Соревнования по легкой атлетике должны были пройти ко дню защиты детей. Но 1 июня в Сочи было много праздничных мероприятий и первенство города перенесли на неделю. День сегодня жаркий, но сами ребята говорят, что им не трудно. Десятилетняя Ника Смирнова из Задлера пробежала 500 метров за 1 минуту 58 секунд. Никому не дала себя обогнать. Жарко и для спринта это хорошо, когда жарко. Когда жаркая погода, это для спринта отлично. Потому что мышцы хорошо развиваются и становятся легче. И они быстрее разогреваются. В жару организм экономнее, расходует влагу, тело выделяет меньше тепла и возрастает эффективность бега. Так считают специалисты. Оперенство города по легкой атлетике традиционно проводится на стадионе Югспорт. Здесь задействовано сразу несколько площадок. Соревнования по легкой атлетике мы решили провести в этом году по троеборьям. Туда включаем бег на 60 метров, прыжок в длину или высоту и бег на средней дистанции 500 или 300 метров. Несмотря на то, что занятия в школах завершились, у легкой атлетов тренировки продолжаются. Екатерина Лефарева, например, не так давно получила второй взрослый разряд. Вообще хотелось бы в будущем попасть в сборную России. Но это не хобби, это точно. Мне очень нравится легкая атлетика. Для нас легкая атлетика – это базовый вид спорта. Он входит в пятерку самых развиваемых. Более двух тысяч ребят у нас сегодня отдали предпочтение легкой атлетике. Ну и традиционно мы, конечно же, всегда показываем очень хорошие результаты. Мы входим и в сборную Краснодарского края, и есть наши ребята, которые выступают в сборной, защищают сборную России. Легкоатлеты будут усиленно тренироваться на каникулах. Впереди у них соревнования на краевом уровне.